Всем привет! Сегодня я покажу вам все-все-все-все свои материалы для рисования и раскрашивания. Так что делайте себе чай, ну или что вы там любите пить, потому что видео, скорее всего, получится не коротким. Сразу хочу сказать, что если вас какой-то материал заинтересует, то на многие материалы у меня уже есть отдельные обзоры. И ссылки на эти видео я, конечно же, оставлю внизу в описании, так что если вас что-то заинтересует, смотрите по ссылкам. Если на какой-то материал еще у меня нет обзора, значит я его тестирую, и позже он обязательно появится. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Начнем мы с вот таких контейнеров. Часть материалов хранится уже у меня в металлической коробке. Для этих материалов пока еще я не купил, но скоро, я думаю, куплю тоже такой вот прикольный металлический домик, а пока что они хранятся в пластике. Здесь в основном карандаши, которые я покупал поштучно. Это пастельные карандаши, я покупал их практически в самом начале раскрашивания, когда еще я не знал, что есть наборы пастели, которыми я пользуюсь сейчас. И как-то для того, чтобы упростить процесс раскрашивания именно фона, я хотел найти подходящий для себя материал. И там уже, в общем, где-то что-то я читал, где-то что-то видел, слышал. В общем, изначально я вышел на пастельные карандаши. Мне, в общем-то, было все равно, какие. Главное, чтобы они покупались, ну вот, не знаю почему, но чтобы покупались поштучно. Наверное, для того, чтобы вот как-то выбрать именно те цвета, которые мне нужны были. Ну, в общем, не знаю, я покупал их поштучно. Что коротко сказать о пастельных карандашах. В принципе, для раскрашивания, конечно же, они не нужны, пастельные карандаши, если у вас есть наборы пастели. И в особенности конкретно вот этих карандашей, это вот, я не знаю, Париж, Конте. Если вы видите, я не знаю, что это за марка. Возможно, вы знаете, Париж, Франция. Вот. Очень мне нравится то, что твердая древесина. И при затачивании очень-очень тяжело заточить, потому что силу невозможно рассчитать. Твердая древесина. И для того, чтобы ее срезать, про точилки речи не идет. Точилка, они просто не затачиваются ножом. Для того, чтобы срезать вот эту твердую древесину, нужно приложить большую силу. Но при этом можно очень легко сломать вот этот хрупкий стержень. Поэтому у меня практически никогда не получалось вот как-то правильно рассчитать эту силу. И всегда у меня этот стержень ломался. А вот тоже, видите, как тут все покорежено. В общем, нет, никому не советую. И, в принципе, пастельные карандаши для раскрасок. И особенно вот эти. Это вот такая штука от Faber-Castell. Это когда вы рисуете простыми чернографитными карандашами. Для того, чтобы делать их острыми. Это такая вот наждачка-нулевка. Такое приспособление. Очень удобно. Но я сейчас, конечно, уже очень редко рисую именно. В основном раскрашиваю. Поэтому практически этим приспособлением не пользуюсь. И, собственно говоря, вот чернографитные карандаши. Тоже Faber-Castell. Покупал их поштучно. Здесь твердый, средний, мягкий. Ну, в общем, такие основные карандаши, которые нужны. Также растушевки. Это тоже все для простых карандашей. Они бумажные. На самом деле, кстати, очень удобные. Но когда вот эту часть уже вы, в общем-то, запачкали, то срезать ее, чтобы вот как-то дальше растушевывать, очень неудобно. Вот я тут пытался срезать, поэтому вы видите, да, как здесь и как здесь. Вот этим огрызком, конечно, что-то растушевать уже очень тяжело. Поэтому так, плюс-минус. Вот пока все нормально. Вот этой частью очень удобно растушевывать. Потом неудобно. Это карандаши Кохинор Манделузы. Здесь один маркер Афайн закрался белый. Я покупал их поштучно, поэтому вот так храню их отдельно. А есть еще вот Фаберкастел. Акварельный карандаш тоже. Ну, кстати, он особо от Кохинор ничем, по-моему, не отличается. Честно говоря, очень долгое время я даже не знал, что это Фаберкастел. Потому что в магазине покупал поштучно, и они очень похожи с Кохинором по дизайну. Я вот очень долгое время думал, что это тоже Кохинор. Заметил уже намного позже, что это Фаберкастел, оказывается. Так, здесь это у меня блендер белый. Дервинт не очень. Мне нравится, в принципе, как обычный белый карандаш из набора. Такого не очень хорошего. Критоколор, это акварельные карандаши, тоже покупал поштучно. Еще когда вот у меня были карандаши Марка Рафайн, там в наборе была проблема с красными цветами. Поэтому вот я докупал поштучно. Но в итоге как-то особо я ими не пользовался, потому что в скором времени я купил Кохинор Манделузы, и они, в общем-то, уже были не нужны. Это циркуль самый дешевый из Ашана. Так, вот это два ластика от Фаберкастел в карандашах. Что хочу сказать? Вот этот розовый не рекомендую. Треснул корпус, во-первых. И, во-вторых, вот эта розовая часть, она очень-очень плохо стирает, оставляет грязные черные пятна, разводы. Бывают розовые. Ну, в общем, мне не понравился. Вот белый вот этот ластик, понравился, советую. Очень хорошо. Особенно, ну, если где-то маленькие части нужно стирать, очень удобно. И сейчас я пользуюсь практически им все время. Также вот такие ластики у меня есть. Здесь Фаберкастел, два Кохинор почему-то одинаковых, не знаю. И Призмаколор. Ну, Призмаколор вот этим ластиком черным я практически вообще не пользовался. Вот, как-то он у меня бесхозный. Вот эти, в общем, неплохие, нормальные ластики. Но сейчас тоже вот из-за того, что пользуюсь вот этим карандашным, эти у меня вот гуляют. Это удлинитель карандашей. Если у вас остаются вот такие огрызки, удобно должно было быть, да, для того, чтобы экономить карандаши. Но вот этот удлинитель, я его заказывал на Алиэкспресс, не очень мне нравится, потому что мои карандаши, хоть у меня, в общем-то, достаточно много карандашей, но очень мало какие карандаши к нему подходят. Вот, видите, здесь вот даже если прижимаем до конца, он все равно не фиксируется, не держится. Вот, он маленький. Это большее отверстие, но тоже сюда никакие не подходят. В общем, у меня под этот удлинитель практически никакие карандаши не подходят. Поэтому вот пользуюсь так, с горем пополам. Ну, вот это огрызки карандашей Prismacolor, белое-черное. Это карандашка HENOR MAGIC. Вот, я купил когда-то его просто ради интереса. Ну, вот так вот он у меня сейчас и лежит без дела. Один раз снял видео в Инстаграме, где я вот так показывал, как он красиво рисует разными цветами. На том, в общем-то, все и закончилось. В этой коробке у меня различные ручки, лайнеры. Вот эти лайнеры я заказывал на Алиэкспресс. Они недорогие. Даже уже не помню, сколько здесь было. Или 18, или 24 штуки. Но я практически ими не пользовался. Заказывал их для того, чтобы просто они были, вдруг когда-то пригодятся. И помню, когда заказывал, еще хотел заказать или купить где-то здесь что-то более дорогое. Но в итоге остановился на этих и правильно сделал, что не купил что-то дороже. Потому что, в общем-то, можно сказать, что ни разу я ими не воспользовался. И так вот они у меня лежат до сих пор. Но хотя, вроде бы, пишут они нормально. Уже не помню. Давно ими не рисовал. Так, здесь у меня разные гелевые белые ручки. Это Санти. Ручки я практически ими сейчас только пользуюсь. Это белый перманентный маркер. Тоже когда-то купил. Думал, может быть, что-то я с ним сделаю. Где-то пригодится. Но тоже нигде он мне не пригодился. Это ручка Сакура. Тоже белая гелевая. Практически не пользуюсь этой ручкой. Она пишет неплохо, только по чистой бумаге. По нарисованному она не пишет. А мне важно, чтобы она рисовала по нарисованному. Это лайнеры черные. Фабер Кастел и Юни. Вот такой и тот, и тот хороший. Мне нравится. Единственное, что у них отличается толщина грифеля. Вот этот толще. Этот совсем тоненький. Ну, доволен и тем, и тем. А это у меня корректор. Когда-то у меня в видео спросили, можно ли заменить белую гелевую ручку корректором. И мне стало самому интересно, можно или нет. Я купил вот такой вот корректор в виде ручки. И мне не понравилось пользоваться корректором. По причине, что, ну, во-первых, он вытекает как бы сильнее, чем белая ручка. И делает больше пятна. Ну, с этим как бы еще можно бороться. Это не страшно. Но основное, что мне не понравилось, то, что он засыхает на бумаге. И таким вот пятном, которое уже потом нельзя ни убрать, ни нарисовать на нем что-то. Ни как-то его смыть. В общем, ничего с ним сделать нельзя. Если вдруг, ну, как бы, что-то не получилось. Потому что белая гелевая ручка в этом плане более сговорчивая, можно так сказать. Да, ее можно убрать, если что. Как-то растушевать, размазать. Вот это уже все. Поэтому один раз попробовал. Не понравилось, больше не пользуюсь. Это гелевые ручки цветные. Вот. Ну, нормально белые, ой, цветные ручки. Пользуюсь я ими иногда. Они без блесток, без, в общем, всякой такой ерунды. Без металлика. Ну, единственное, что мало цветов. Я хотел бы как-то побольше цветов. А в целом, ручки неплохие. Вот. Это вот как раз гелевые ручки с блестками. Вот этот набор дешевый какой-то совсем. Детский. Я его покупал то ли за 35 гривен. Что-то такое. Вот. Ну, тут еще красного нет. Да, был набор из шести штук. В общем-то, неплохие ручки. За свою цену очень даже нормально. И вот это тоже ручка с блестками. Тоже от Сакуры. Красного цвета. Кстати, хочу сказать, что вот эта ручка с блестками красного цвета отлично пишет по нарисованному. На ура. Аж бегом. Не знаю, почему белая не пишет. Может, мне такая попалась. Хотя, судя по отзывам, как вот вы мне писали, то это не только у меня такая проблема. В общем, красная советую всем. Я думаю, что все остальные цветные тоже будут очень хорошо работать. Мне нравится то, что много блесток. И она очень красиво переливается. В общем, вот эта красная нравится. Белая нет. И теперь я покажу вам свои жидкие материалы. Вот такой вот набор акрила у меня есть. 12 цветов. Пользовался я им мало. Раскрасил всего одну картинку. Но раскрасил полностью целую картинку вот этим набором акрила. Ну, в общем-то, конечно, когда я его покупал, я и не планировал, что буду очень часто и много им раскрашивать. Я его взял тоже для того, чтобы он у меня был. Эту картинку, которую я раскрасил, ну, просто для того, чтобы ознакомиться с материалом. И вдруг там, ну, может быть, где-то что-то нужно перекрыть, где-то что-то закрыть. Ну, вот для каких-то таких нештатных ситуаций, чтобы он у меня на всякий случай был. В общем-то, я использовал практически все цвета. Да, и черный, белый, вот больше всего. И я хочу сказать, что я им доволен. Этот акрил недорогой. 150 гривен, по-моему, он стоил. И, ну, конечно, не самый дешевый. Ну, такой. Немножко выше, наверное, чем самый дешевый. Но я не жалею, что я его купил, потому что, так как я часто им не пользуюсь, ну, отдавать большие деньги нет смысла. Ну, я доволен. Для тех целей, что он мне нужен, как бы он меня абсолютно полностью устраивает. Также у меня есть вот такие титановые белила. Вот такой тюбик. Покупал я давно его. Вот, года два назад. Ну, как раз, да, 2016 год. Тогда я его и купил. Кстати, очень часто он меня выручал. Это, ну, такая, можно сказать, как белая гуашь. Вот так выглядит. Тут уже он немножко присох. Но их можно разводить водой. И очень часто я его использую, вот, когда у меня что-то там идет не так с фоном. И для того, чтобы это все перекрыть, закрыть, я его развожу с водой. И все вот это закрываю. Он очень хорошо все перекрывает. Ну, практически с первого раза. Да. Со второго так точно. Ну, или, может быть, где-то какие-то белые точки нужны. Это тоже разводит. Ну, в общем, вот в каких-то таких ситуациях он меня очень часто выручает. Я им, ну, не могу сказать, что очень часто пользуюсь. Но, вот, знаете, иногда бывает нужно. И очень хорошо, что он у меня есть. Такая вот палочка-выручалочка. Акварельные окраски у меня «Белая ночь» 24. Ого, скрипит старушка. 24 цвета. Раскрасил ими одну картинку. И несколько раз уже делал фоны. Вот, очень мне нравится этот набор. Мне нравятся и цвета. Конечно, еще использовал не все. Но, вот, те, которые использовал, мне они очень нравятся. И, вообще, мне нравится, вот, как-то поменялось у меня отношение тоже. Вот, я рассказывал когда-то видео про акварель, когда распаковывал. Сейчас у меня совсем другое отношение. Мне нравится работать. Единственное, конечно, что нужно, чтобы было очень много времени. Потому, что у меня его нет. А, вот, именно для акварели мне нужен настрой. Нужно много времени, чтобы сесть, как-то помедитировать. Сейчас я раскрашиваю в основном таким образом, что прихожу с работы. У меня есть часть времени. Я сел быстренько карандашами, там, вот, какую-то часть закрасил. И все. И на том все закончилось. Для акварели пока что мне это не подходит. Мне, вот, нужно, чтобы я знал, что мне не нужно через, там, час уже ложиться спать или куда-то уходить. Надо, вот, настраиваться на релакс. И, вот, что конкретно акварели вот этого набора, то тоже я очень им доволен. Пока что мне, конечно, 24 цвета хватает с головой. Но, может быть, в будущем что-то докуплю. Вот, место еще есть. И палитра для этих материалов. У меня вот такая самая дешевая из Ашана. Пока что меня она абсолютно устраивает. Если бы я, конечно, пользовался чаще жидкими материалами, которые нужно разводить. Конечно, я бы себе купил какую-то керамическую, более приличную. Но пока что мне вот с головой хватает вот этой. И теперь посмотрим на кисти, которая у меня есть. Это вот первый такой набор. Я его покупал в Ашане. Ну, наверное, самые дешевые кисти. Что-то в районе 70 гривен. Набор из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Это синтетика. Вот, ну, в принципе, достаточно мягкая. Мне не понравился этот набор. Лучше за эти деньги купить какую-то одну более-менее приличную кисть. Как-то вообще не... Ну, вот это еще более-менее вот в работе. Я работал этими кистями акрилом. Вот это еще более-менее вроде бы было неплохо. Вот больше всего я и работал. Остальные вообще мне не понравились и не подошли. Не знаю, мне не нравятся. Плюс здесь вот эта вроде бы как силиконовая такая насадка. Она постоянно... Ну, в этой нет. Так, присохла. Ну, в общем, вот видите. В работе она постоянно вот слазит. И, ну, это как бы не очень удобно. Так, потом я купил вот такой вот набор. Для акварели. Это ворс белки. Здесь 5 штук. Номер 0, 2, 4, 6, 8. Вот, пользовался пока что только вот этими двумя номерами. Восьмой и четвертый. Мне нравится. Вообще мне нравится белку использовать для акварели. Вот там многие говорят, что лучше синтетику. Потому что белка набирает много воды. И вот как-то может размочить бумагу. Но пока что я использовал акварель только в хороших раскрасках, где хорошая бумага. Поэтому, не знаю, белка я очень доволен. И этим набором тоже пока что доволен. Так, мне кажется, хороший подбор и размеров. Все. А вот это кисточка из щетины. Такая веерная. Я купил ее когда-то для того, чтобы тоже расставлять белые точки. Вот как-то так. Вот. Ну, набирать, допустим, вот эти тановые белила, да? Или, ну, вот что-то такое. Ну, как-то там пользовался тоже несколько раз этой кисточкой. Но почему-то она мне не очень нравится. Не знаю. Как-то не идет. Вот такая кисточка с резервуаром. Заказывал ее на Алиэкспресс. Это размер М средний. Но мне не нравится то, что она мне, наверное, попалась какая-то бракованная. И здесь очень туго выходит вода. Ну, прям нужно очень сильно давить, чтобы она вышла. Из-за этого, конечно, я ей не пользовался. Ну, практически не пользовался. Потому что, ну, это сплошная нервотрепка. Вот эти кисти я покупал поштучно. Живопись. Белка. Шестой номер. Ну, в общем, нормальная кисть. Как бы, ничего плохого сказать про нее не могу. Ну, от вот этих. Это, кстати, Росса. Украинская марка. От вот этих я не сказал бы, что она чем-то отличается. По-моему, практически ничем. Так, это синтетика. Восьмой номер. Welcome to Art World. Вот такая кисть. Ну, это для акрила я покупал. Не знаю. Обычная кисть. Тоже неплохого. Ничего хорошего не могу сказать. Еще вот эти две кисти у меня Da Vinci. Это синтетика. И это, и это. Вот нулевой номер маленький. И шестой. Тоже еще не пользовался. Ни этой, ни этой. Не знаю. Может быть, когда-то воспользуюсь. Но пока что вот они у меня гуляют. И на этой позитивной ноте первая часть видео закончилась. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, то ждите вторую часть. Всем спасибо за внимание и просмотр. Пока. До новых и скорых встреч.